здравствуйте с вами снова выходные на колесах канал для тех кто привык смотреть на мир через лобовое стекло своего автомобиля и сегодня мы продолжим наше путешествие по старому галецкому тракту знаменитой когда-то торговой дороге которая шла через собственно галич через соли галич и через чухлому чухлами умеют хранить традиции не только хранить но и возрождать поскольку сегодня визитной карточкой этого места является знаменитый асташовский терем чтобы добраться до него правда придется съехать с асфальта и провести некоторое время на ну относительно ухоженной гравийки а затем и грунтовки да здесь периодически ходит грейдер хотя после него вылезают лесовозы и сводят практически на нет все усилия трактористов но так или иначе попасть чухломский терем можно практически на любом автомобиле если ехать осторожно и сумму от асфальта до терема вот по такой дороге примерно километров так вот она чухлом ская чудо настоящая жемчужина не только костромской земли ну и наверное всего русского севера до всей россии здесь еще относительно недавно была большая деревня асташова от которой не осталось ничего даже нижних венцов домов терем это построил местный асташовский житель довольно зажиточный мартьян сазонов у него рано ушла из жизни любимая жена оставивший ему большое потомство и чтобы вести хозяйство мартьяна нужно было новая спутница новая подруга и он обрел ее в лице дочки местного диака елизавета алексеевна но чтобы как-то максимально расположить ее к себе он решил сделать молодой супруге подарок новый дом для нового семейного гнезда вот он мартьян заказал дом никому нибудь а одному из самых модных тогда архитекторов ивану ропе то пропит это псевдоним ивана петрова того самого который строил павильоны для международных выставок в париже сан-франциско в чикаго а конкретно вот этот проект предлагался в качестве охотничьего домика самого императора николая второго в беловежской пуще так как могло произойти что пусть и богатый но крестьянин фактически выиграл тендер у николая второго и вообще как мог состояться этот союз а для этого давайте сначала познакомимся с двумя главными действующими лицами этой истории то есть самим мартианом сазоновым и иваном ропетом мартиан сазонов крепостной чухломский крестьянин родившийся в 1842 году уже в 19 лет получил свободу благодаря отмене крепостного права и поддался вместе с бригадой отходников в санкт-петербург там он проявил себя как талантливый краснодеревщик быстро набрался опыта и вскоре уже был на расхват в строящихся элитарных дачных поселках под питером впоследствии он превращает свое имя в бренд в гарантию качества а многочисленные связи среди могущественных клиентов обеспечивают непрерывный поток заказов сазонов все реже берет топор в руки ограничиваясь распределением заказов между коллегами по цеху он оказался весьма эффективным менеджером сколотив немалое состояние на подрядах видимо где-то в питерских пригородах он и пересекается с архитектором иваном робетом и именно этим знакомством мартьян воспользовался позже при сооружении своего сказочного терема иван петров же то бишь робет ценил подлинное мастерство без которого невозможно было бы реализовывать его фантазии на грани кича псевдорусский стиль который он во многом сформировал некоторые современники эстеты презрительно называли робетовщиной к сожалению иван робет строил в основном из дерева так что его работа сохранились лишь в виде эскизов да на карточках времен зарождения фотографии ведь он строил русские павильоны для всемирных выставок в париже и чикаго скандинавской выставке в копенгагене оформил зал театра в царском селе возвел русское посольство в токио из сохранившегося знаменитая баня в подмосковном имени абрамцева и тот самый сазоновский дом что только не повидал терем советские годы здесь был медпункт сельсовет здесь заседало правление колхоза и даже открыли сберкассу но что самое интересное все видели в нем только функцию только добротный деревянный дом сруб который можно использовать по прямому назначению стены двери окна и никто не попытался увидеть в нем произведение искусства и открыть тут то что ну наверное больше всего подходит этому сооружению музей когда в девяносто втором году отсюда ушли последние жители и деревня асташова просто перестала существовать терем тоже остался непрекаянным и каким-то чудом просто его не сожгли бомжи ну просто бомжей здесь нет этих глухих лесах стоял бы он где-нибудь в москве или подмосковье непременно бы канул в лету что самое парадоксальное когда московский бизнесмен андрей павлюченков большой подвижник решился восстановить спасти этот асташовский терем выяснилось что его не у кого даже выкупить по остаточной стоимости потому что он никому не принадлежит его вообще на бумагах не существует то есть в реальности остатки уникального сооружения есть а по документам их как бы и нет если вы захотите остаться в тереме на ночь или пожить там несколько дней никаких проблем нет пожалуйста позаботьтесь заранее о том чтобы забронировать места поскольку терем нынче популярен и зачастую бывает так что свободных номеров там просто физически нет ну а заодно можно говорить программу пребывания там добавить себе несколько экскурсий по окрестным лесам заказать баню и прочее 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 единственное что по дороге туда помните что местами не будет мобильной связи и лучше иметь запас топлива поскольку в чухлами единственная приличная бензоколонка и вот пару раз лично мы сталкивались с тем что физически просто она была закрыта потому что то зависли компьютеры то не было электричество а ближайшие колонки одна в галичи другая вселегаличи а это довольно приличные расстояния так что о запасе топлива или по крайней мере о полном баке стоит позаботиться заранее в остальном хорошего вам отдыха в глуши костромской в чухломских лесах и оставайтесь с каналом выходные на колесах вас ждет еще много интересного